Всем привет, с вами Заза и наконец-то у меня дошли руки до записи новой части прохождения GTA Liberty City Stories. Если честно, то все каникулы, можно сказать, я потратил впустую и вот это будет первое видео, которое я собираюсь записать, вот просто потому, что у меня не было желания делать ничего. О, извините, конечно, те, кто ждут, я понимаю, что я и так выпускаю очень мало роликов, тем более мало роликов по GTA и, соответственно, вы можете отписаться и так далее. Но если вы все же готовы ждать, я буду очень рад и буду снимать ролики, я обязательно пройду эту игру до конца. Сегодня у нас на очереди рэмпейджа Short Sight Whale, первый находится здесь, на дамбе к Украине. И этот рэмпейдж у нас с бензопилой, мы должны убить 35, 35 жителей, так сказать, Short Sight Whale при помощи бензопилы. Будьте осторожны, вам сразу же сейчас полетят звезды и так далее, тому подобное. То есть не думайте то, что вы спокойно будете ходить и резать всех и вся. С виду это кажется просто, не знаю, как это будет в действительности. Я, если честно, не очень хорошо справляюсь с этой штукой, когда они особенно бегают так влево-вправо. Но судя по тому, как время идет и киллы прибавляются, прибавляются, вот тут еще две приехали. Кстати, очень выгодно, если вы совсем уж понимаете, что все плохо, вы можете медиков не убивать, а ждать, пока они воскресят кого-то и убивать его по второй, по третьей попытке. И так можно до бесконечности. Так, ну честно говоря, по-моему, я немножко отстаю от графика или наоборот немножко преуспеваю, но явно ненамного. Вот эти медики опять, я думал, я их уже убил, а они такие, нет, мы живые. Бесит больше всего то, что, естественно, эти петушки бегают, и это добавляет некой сложности, хотя иногда они бегут чисто на вас, или вот так вот, а некоторые просто стоят. Бывает так, что один удар не убивает до конца, а просто роняет, так что готовьтесь добивать. Так, 36 секунд. Ну, я думаю, мы успеваем, еще 5 человек. Так, дальше 2 звезд, я, как видите, не ухожу, скорее всего, особо здесь набрать звезд не удастся, если вы, конечно, не будете резать полицейских налево и направо. Так, 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 все, мы прошли. Отлично, это было не очень сложно, поэтому давайте переместимся к следующему рэмпейджу. Итак, следующий рэмпейдж находится в районе Пайк Крик, примерно вот здесь, под пейнтспреем. Здесь у нас также есть замедление, оно вот за этим столбом. Вот оно. А сам рэмпейдж находится вот тут. Здесь у нас дается дробовик, неплохой дробовик, и нам нужно убить 25 колумбийцев. За 2 минуты. Все как обычно. Так, бежим, ищем. Так, главное стрелять по тем, кому надо, а то я стреляю по всем подряд. Ноль фрагов. Так, где же колумбийцы-то? Вот они. Наконец-то мы их нашли. Да не по нему, вот поэтому, поэтому. Всего двое. Бесит больше всего, когда цель ваша не спавнится. И вы бегаете, и их и ищите, а их просто нет. Так, где, 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 где? Вот еще двое. Да блин, не на него. Вот на него, и вот на него. Смотрите, мы убили за минуту всего четверых. Ну, почти за минуту. Это опять простой. И, честно говоря, мне кажется, то, что мы сейчас проиграем этот рэмпейдж. Вроде бы убивать с этой штуки вообще нет проблем. Так, надо отойти. И, в принципе, ничего сложного вообще и близко нету. Но найти цель надо. Естественно, они стреляют в вас с СМГшек. Так, кто-то там по мне стреляет где-то. Ага, вижу. Так почему-то не цель. Так кто-то меня кулаками бьет. Так, засунуть свою СМГшку. Вот, ну, наконец-то они хотя бы спавниться начали. Так, так. Жизни начали тоже тратиться. Видимо, это не самое простое. Однако, то, что мне нравится, можно одним выстрелом забирать сразу двоих. Но не всегда. И будьте готовы к тому, что соседняя банда побежит на вас. С одной стороны, как я и говорил, это плюс. С другой стороны, это минус. Так, остался один. Нет, это не он. Кто там по мне стреляет? Я же его вижу. И слышу. Вот он. Все. Фух. Честно говоря, рэмпейдж, я думаю, будет попроще. Поначалу мы вообще никого не могли найти. Но, как вы видите, если вам повезет, и они зарезаются в огромном количестве, то вы спокойно сможете их убить. Главное не попадаться под СМГ. Так, можно похилиться. И мы перемещаемся к третьему рэмпейджу. Третий рэмпейдж. Кстати, вот именно здесь, чуть-чуть левее при въезде, где вы можете найти хилки для здоровья. Броне, к сожалению, пока не нашел. Опять же, район Пайк Крик. Тут также есть и звезда. То есть, хилки были примерно вон там, где желтый контейнер. Вот с этой стороны. Мы должны подняться вот на эту лестницу. И увидим вот этот рэмпейдж. Чтобы на него залезть, так сказать, нам, соответственно, нужно спрыгнуть с вот этой крыши. Просто поднимаемся. Здесь у нас всего лишь катана. Хотелось бы броню, но ладно. Так, смотрим. Вон он. Просто прыгаем. Теряем немного хп. Да, это придется заразить хп. Наша задача уничтожить 10 машин за 2 минуты. То есть, опять должны спрыгнуть. А дальше... Можно два варианта. Можете просто, как я, ничего не боясь стрелять. Так, ну, лучше, конечно, отойти с дороги. А, можно... Так. А, вот это уже плохо. А, можно сделать баррикаду из машин. Тоже очень хороший метод. А, коп все еще за мной бежит. Час уничтожить стрелять начнет по мне. Надо от него избавиться. Так, копаем. Надо что-то придумать. Выстрелить в него я вообще не успеваю. Как бы убежать. Давайте попробуем спрятаться за этой штукой. Может быть, он тупой. И да, 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 да. Коп сам не пролез. Пролезла лишь машина. Нет, в упор я не буду, соответственно, стрелять по вам. Я же не дебил. Бум. В итоге я попал в коп, а хотел попасть в машину. Нет, они опять бегут. Господи. Так, мне нужна машина. Чтобы получить хп, отъехать. И у нас остается всего 40 секунд, чтобы что-то сделать. Так. Идем, значит, сюда. Тут приехали еще блюстители порядка. Вот уроды. Попробуем. Какой же я косой. Сдохните все. Шесть. Блин, не стреляй. Больно же. Хп нет совсем. Чувствую, это габелло. Да потому что одни копы. Как они мне надоели. Вот-вот. А ведь если рэмпэйдж пройдет, а я не успею уничтожить, то мне ничего не снимут звезды. Так, две машины. Оу. Она сейчас взорвется. Одна машина, ну. Нет, слишком близко. Да, детка. На последних секундах. Хо-хо-хо. Посмотрите, сколько у меня осталось жизни. Так, мне срочно нужно найти хилки. Да пошел ты телефон. Что ты здесь забыл? Топовый полицейский. Так, ладно, ребят. Сейчас я похилюсь. Где-нибудь. И, соответственно, приеду к следующему рэмпэйджу. Еще одна скорая помощь. Следующий рэмпэйдж, опять же, находится в районе Пайк Крик. Последний рэмпэйдж в этом районе. В принципе, на него особо хп не надо. Я так думаю. Этот рэмпэйдж у нас за снайперская винтовка. Если что, хп я взял в медицинском корпусе. То есть, вот здесь это полицейский участок. Вот он. А вот здесь вот медицинский корпус. То есть, можете взять там хп. Берем рэмпэйдж. И 25 жителей. Так, вон они уже идут. Так, только не в копов же. Нахрен копы, уйдите. Так, началось. Начались мои топовые выстрелы. Я все понял. Вы сдохните. Правильно, подходите, смотрите, как кто-то сдох. Это очень выгодно. Давайте выйдем поближе. Так что я не попадаю ни в кого. Стой, мне это скроет. Во-во-во-во. В спину, в спину. В спину ему. И вот ей. Нефиг стоять на месте. По людям стреляют. Она просто ходит. Нефиг отходить. Звезды нам, к счастью, не дают. Но, я так понимаю, по копам стрелять все равно не стоит. Так, о, близкий вообще. Тан-тан-тан. Ой, это было мимо. Не забывайте зажимать левый shift. Чтобы прицел у вас ходил медленнее. Блин. Это очень сильно вам может помочь. Однако, не торопитесь с выстрелами. Ой, голова. Извините. Пускай они лучше сами подойдут под прицел. Чем вы выстрелите, как я рядом. Так, вообще в синему, по-моему, стрелял. Ну ладно. Оп, чувак просто рядом зарезался. Ты в тебя хотел убить тебя? Так, еще двое. Ну, то есть это самый, наверное, легкий рэмпейдж. Самый безопасный рэмпейдж. Все. Ничего сложного. Ни единого хп мы не потратили. И получили баблицо. Так, едем к следующему. Следующий рэмпейдж находится у нас в районе Седер Грув. Его довольно трудно найти. Ну, наверное, довольно трудно найти. Если вы не знаете заранее место расположения. То есть вы должны зайти вот за этот гаражик. И этот рэмпейдж у нас о том, что нужно задавить 30 колумбийцев за 2 минуты. То есть у вас уже как бы есть машинка. Но я возьму свою. Не думайте, что это очень просто. Потому что у колумбийцев очень мощное оружие. И, соответственно, тем самым они вас могут очень неплохо расстрелять. Так. 7 уже есть. Опять же, проблема в том, что нужно найти банду, через которую можно проехать. Это первая проблема. Во-вторых, как я и говорил, уже могут вас расстреливать. Будьте осторожны. Так, вот еще двое. А, ну еще, конечно же, не забывайте о том, что вам будут давать звезды розыска. Никто вам за просто так не даст кататься по людям. Лично я в таких рэмпейжах предпочитаю кататься по кругу. То есть пока вы едете с одного края на другой, кто-нибудь обязательно перерезается. Это не они. Вот это уже они. При этом ехать не надо на максимальной скорости, пока вы ищете. Потому что... Потому что они не успевают зарезаться. Так. Но, как вы видите, моя стратегия работает далеко не всегда. Мы вообще выбились из графика. И, скорее всего, тут мы уже не должны успевать. Вот, пошли первые петушки, которые решили нас пострелять. Вот тут есть еще двое. Не забываем их давить садом, если это возможно. Блин. Кот и побежал. Ладно, забьем на него слишком долго. Тут был еще один. К сожалению, как вы видите, они не спавнятся иногда. Иногда. Иногда они спавнятся по кучке два человека, иногда три человека. И, соответственно, 10 секунд, 7 этих. Нам нужно минимум три кучки. Ой, одну мы проехали уже мимо. Нет, три секунды на пятерых. И это первый рампэйдж, который мы слили. Так. А теперь проблема. Две звезды. Изи. Предлагаю сгонять до дома и вернуться. То есть я вернусь, когда сгоняю. Итак, попыточка номер два. Рампэйдж. В этот раз я решил прикатиться на такси. Это было ближнее, что я смог спереть. То есть, как вы видите, 10 секунд вы уже теряете на то, что просто берете автомобиль. Потом один от них отпрыгнул. Это плохо. Вот еще идут. Да пропусти меня, петухи, блин. Не видите, что у меня тут важная миссия? И вот опять. Я задавил не того, кого надо. Этот чувак отпрыгнул. Тут вообще надо ездить именно по прямой, чтобы у них не было шансов отпрыгнуть. Скорее всего. Но в то же время, когда вы будете терять скорость, давя простых жителей. Вот сейчас мне неплохо повезло. На самом деле две группы зарезалось. Однако в одну я даже не попал. Ох, ох, ох. Вот это их заспал. Забавнилась. Ой, сейчас будет мясорубочка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это вы, пацаны, зря. Правда, и мне, как вы видите, не поздоровилось. Теперь мне нужен новый транспорт. Кот уехала. Твою мать. О, топовая тачка. Давай быстрее, блин. Какого хрена тут пассажир есть, когда он нахрен не сдался? Так, погнали. Стокните, я даже не могу их сдавить. И проезжай вперед. Лоу. Это слишком топовая тачка. Нет. Отлично. Мы смогли избавиться. Ага. Чувствую этой тачке уже не жить. У нас 40 секунд. У нас нету нормального транспорта. Мы чуть ли уже не... Да, ой, 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 ой. Вот это я сейчас зря рядом с ней выпрыгнул. Господи, господи, полицейский. Ты-то что здесь забыл? Блин, да... Они... Их сейчас так много, но... Они сейчас такие мощные. Где тут мое топовое такси? О, его нету. Лоу. Короче, забиваем. Пофиг. Пускай мне. Он меня, конечно, не арестуют. Но и успеть я не успеваю. 20. 21. Та же 22 не будет. Рэмпэйдж фойлд. Фойлд. Фойлд, блин. Again. Так. Насколько я знаю, они арестуются не сразу же. Так что придется какое-то время подождать. А то машина хотя бы быстро спаунится. Блин, сейчас нам так не повезло. Может, все-таки есть он? А, ладно. Это не GTA 3, значит, все нормально. Попытка номер 3. Так. Сейчас на самом деле слил я. Но, как вы видите, в горку трудно их давить. Очень трудно. И люди тоже очень сильно мешаются. То есть, когда их резается очень много, как вы видели, это тоже не крутой вариант, потому что вас просто ректят. За то, что вы тормозите, убивая кого-то. Но вот сейчас более-менее проехались. Оп, минус 3. Так, еще. Вот сейчас неплохо вот с горочки прокатить их просто всех. Уже 22. Вот сейчас неплохо. Совсем неплохо. Но, однако, одна звезда... Блин. Что ты здесь встал? Там людей столько, а ты не мешаешь. Да твою мать. Серьезно. У меня сейчас не хватит этой скорости, чтобы их задавить. Ладно. У нас через минуту всего 8 человек. 8. Я думаю, мы должны в этот раз пройти. Да твою ж! Как ты меня задолбал, коп! Бомбит немного, ребят. 7 человек. 6. Промахнулись, но все равно 4. Тут кто стал бы, то еще что-то. Давай, 3. Да. Рэмпэйдж пест. Теперь надо убраться отсюда, пока меня не убили. Все. Рэмпэйдж пест. Едем к следующему. Следующий рэмпэйдж тоже довольно забавный. Находится он вот здесь. Как видите, я сохранил свою топовую тачку. Но она нам не пригодится. Этот рэмпэйдж на сжигание. 40 людей за 2 минуты. У вас есть коктейли молотого? Веселитесь. Пиууу. 2, 3, 4, 6, 7, 8. Нет, не 8. Значит, здесь будет. Главное, не кидайте коктейль под себя, если у вас нету защиты огню. Защиты от огня. О, защите огню, господи. У меня же она есть, но я и так, думаю, справлюсь. Так, 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 стреляешь по мне. Тут охренел, что ли? Ну, кстати, чем больше народу, тем мне же лучше. Главное, машины особо не взрывайте рядом с собой. Защиты от взрыв у вас точно нет. Ну, потратили коктейль на одного. О, еще на двоих. Некоторые сами в огонь забегать будут. Так. Когда такая ситуация, можно и кинуть под себя. Если у вас есть, конечно же. Поэтому я советую пройти миссию пожарника. Ну, в общем, проходите себе под миссией заранее. До сюжетки. Это вам сильно облегчит жизнь на миссиях. Бум. Все, изи. Ждем следующий рэмпейдж. К которому сейчас я перемещусь. Ну, что ж, ребят. Финальный рэмпейдж. Находится он, опять же, в Витчата Гарденс. На этот раз чуть ниже по карте. Заходите вот сюда. Вон моя тачечка. И заворачиваете за угол. Это один из легчайших рэмпейджей. У вас есть быстрый, очень быстрый дробовик. И вам надо уничтожить 10 машин. Думаете, почему я привез свою топовую тачку? Вот для этого. Минус один. Ой, 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 ой. Ой, ой, ой. Три пули, по-моему, хватает. Да не в машину. Давай, наоборот, в машину. Нет, трех не хватило. Четыре. Четыре она взрывается. При этом вам никто не запрещает взрывать, убивать людей. Чтобы вам было попроще. Не паялись. В общем, по этому поводу ваша цель убить машины. Так, сзади не подходи. Да сзади не подходить, я сказал. Пум, пум. Нету чуваков. Бум, нету чуваков. Главное еще не взрывать прямо под собой машины. Как видите, это очень неплохо снимает и армор, и жизни. Однако осталось всего 10. Да, блин. 9. Вообще осталось 10, я говорю, осталось 2. Одна. Ой, а вот она. Коп, вот понятно, она решила не уничтожаться. А вот вертолет это уже не очень круто, поэтому надо завершить пораньше. И все. И уйти. Тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Все рэмпейджи были пройдены. Тысяча бачей награда. И как вы думаете, что у нас около Сливхауса М60? Сейчас мы направимся туда, если не сдохнем. Давай, товарищ полицейский. И я вам все покажу. Так, а теперь надо еще машину найти. Нет, я сказал машину, а не ведро на колеса. Нет машин. Что делать будем? Такси. Жалко, здесь нет. О, топовая тачка. Точнее, мотоцикл. Очень топовая вещь. Так, попробуем по-хитрому объехать. Если что, здесь есть ХП, но они мне нафиг не сдались. Мы едем домой. Понятно. Надо почаще играть в GTA. Иначе так и буду врезаться в малейшие столбы. Хотел по-хитрому, получилось как обычно. Нет. Еще разувак. Я скиловый. Третья попытка точно сейчас сработает. Господи, как же этот видос затянется? Ясно. Ясно. Ладно, тут есть Санчес. Санчес! Стой! Короче, ЖС-Теракал, я понял. СТО-ПИСИС-ЖИ-600. Все, так и планировал. М60, для тех, кто не знает, это пулемет, который находится в аэропорту. Там вы его можете найти, на одном из ангаров. То есть, вы вначале залезаете с внешней стороны, со стороны... Точнее, нет. С внешней. Вы заезжаете в самый аэропорт, находите одну из рампы или деревяшек. Я уже не помню, что именно. По-моему, рампа, которая ведет вас на платформу, на которой находится вывеска с внешней стороны. Я, конечно, криво объясняю, но, может быть, если кто знает, тот поймет. В общем, на это... То есть, вы проходите за этой вывеской, там вы находите револьвер. Если вы идете дальше и спрыгиваете на один из ангаров, и, соответственно, продвигаетесь дальше... О, фарморчик. Неплохо. Вы, соответственно, находите пулемет. Так, здесь нет проезда. Ах, да. В принципе, и все. Но, когда он около вашего дома, согласитесь, это куда проще. То есть, вы каждый раз, когда сохранились, можете его забирать. Мотоцикл. Да ну, заезжай куда надо. Ты мне еще пригодишься. Начал серию с PCG-600 в гараже. Закончил серию с PCG-600 в гараже. Ясно, что тот был красный. И где же наш М2660, спросите вы? Вон он, вон он крутится. Тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан-тан. Вот он. Выглядит, как вы видите, убойно. Соответственно, помещается в слот минигана, в слот базуки и в слот этого огнемета. То есть, выбирать что-то одно. Честно говоря, я, наверное, предпочитаю больше миниган. И в определенных случаях гранатомет. Ну, огнемет клевая вещь, но коктейли молот его могут спокойно заменить. Давайте посмотрим, что у нас по процентам. 86%. Это я еще не начинал сюжет Liberty City Stories Short Sight Whale. Это я еще не собрал пакеты. Мы еще не выполнили Evil Angels. Не собрали машины для Love Media. Не прошли до конца See the size before you fly. Да, я ее начал. Да, уже есть начало видео, надо пройти 12 раз. Мне лень. В общем, еще много всего, но всего 14%. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, комментируйте. С вами был я, Зазов. Всем удачи и пока.